Как Украина добивается спецтрибунала над российскими военными преступниками? Начнем с того, что российские военные расстреляли пленного украинского бойца. Видео казни появилось в сети. Где и когда оно было снято, пока точно неизвестно. Мы найдем убийц, пообещал президент Украины. Руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак назвал казнь пленного военным преступлениями признаком национальной ничтожности и слабости страны-агрессора. А генеральный прокурор Украины сообщил о начале расследования по факту нарушения законов и обычаев войны. Всего более чем год российско-украинской, точнее, войны России против Украины, армия Российской Федерации совершила более 70 тысяч военных преступлений, сообщили в Генеральной прокуратуре Украины. Как наказать тех, кто развязал войну против Украины, поощряют пытки и издевательства над украинцами, а именно высшее военно-политическое руководство России, расскажет Лариса Зубенко. На шаг ближе к созданию специального международного трибунала по преступлению и агрессии России против Украины. Результатом конференции United for Justice, которая состоялась во Львове, стало подписание меморандума о взаимопонимании между Министерством юстиции США и странами-членами совместной следственной группы, которая расследует военные преступления российской армии в Украине. Группу организовали Украина, Польша и Литва. Позже к работе присоединились Эстония, Латвия, Словакия, Румыния, Евроюст и офис прокурора Международного уголовного суда. «Украинские правоохранители вместе с международными партнёрами уже расследуют все эти преступления. Международный уголовный суд уже работает и должен привлечь к ответственности конкретных виновных в геноциде и военных преступлениях. Однако нам нужна система комплексного и всеобъемлющего подхода. В январе работа по созданию трибунала набрала обороты. Европарламент призвал создать трибунал без малейшего промедления. Парламентская ассамблея Совета Европы в очередной раз проголосовала за создание трибунала и прямо отметила, что Международный уголовный суд не может преследовать за преступления агрессии. Мэрия Гаги одобрила размещение трибунала в городе». Летом в Гаге начнёт работу Международный центр по расследованию преступлений и агрессии. Орган займётся подготовкой материалов, которые позже станут обвинительной базой в специальном Международном трибунале. «Было подписано уже фактически инициированное создание институционального органа, который будет заниматься подготовкой материала для этого трибунала. Это, собственно, такой центр, который будет аккумулировать факты совершения преступлений, которые будут рассматриваться как доказательная база для этого трибунала. И, собственно говоря, важность этого мероприятия форума ещё и в том, что он происходит накануне рассмотрения вопроса о создании такого трибунала на площадке Генеральной Ассамблеи Организации Объединённых Наций». Следующий шаг на пути к наказанию высшего военно-политического руководства России за Генассамблеи ООН, утверждают эксперты. Орган должен проголосовать за создание спецтрибунала и определить его полномочия. Речь идёт о привлечении к уголовной ответственности за совершение тяжёлых преступлений международного гуманитарного права, верхушки, государства-агрессора. И, возможно, будут приниматься решения, которые будут коррелироваться с вот этими решениями, а именно вопросы выплаты компенсации, вопросы возможной реквизиции тех же самых денег, происхождения, которые будут связаны с государством-агрессором. То есть это уже модальности этого всего процесса. «Есть адвокация создания международного трибунала для высшего военно-политического руководства Российской Федерации, потому что все мы понимаем, что может работать национальная юрисдикция, юрисдикция разных международных организаций, судов, в том числе Международного уголовного суда. Но всё равно это такие глобальные тяжкие преступления, где без специального трибунала не обойтись. Если Украина, если мир хотят действительно указать преступнику на его место и на логическое отбывание наказания за всё совершённое». Уже 29 государств выступили за создание международного спецтрибунала, заявили в Министерстве иностранных дел Украины. И число приверженцев этой идеи растёт. Лариса Зубенко для телеканала Freedom.